Славно провел свой выходной день перспективный милиционер участковый Феликс Елёв. По всей округе только и разговоров, что ждет, мол, Федьку нашего большое повышение. Того и, гляди, заберут его куда повыше, в Тайшет или даже в самый Иркутск. А что? Не зря же они все воскресенье с майором Эрбисом по району куролесили, да всех тех, кто здесь на поселении живут, проверяли, особливо тех, кто с Колотовым знаком был. Дело было большой важности. Во избежание повторения таких вот убийств выясняли, кто еще из них подвержен религиозному дурману. И уже поздно вечером майор отправился к себе составлять донесения начальству о проделанной профилактической работе с населением. Оставшийся же в родных пенатах счастливый Феликс начал додумывать, как побыстрее завершить это дело. Собственно, оно уже было завершено, если бы не одна заковыка. Лиза, главный свидетель по делу, упорно отказывалась признать в убийце Колотова. «Похоже, девка попала под влияние этого сектанта», — резюмировал Эрбис, когда Феликс пожаловался ему на ее строптивый характер. «Между прочим, сектанство — страшная штука. Ну, своего рода зараза. Разубедить таких типов бывает очень трудно. Она будет отмазывать его даже в том случае, если все будет полностью доказано». И, подумав немного, напутствовал. «Если впредь будет упрямиться, припугни психушкой. А не поможет, придется и в самом деле назначать экспертизу на вменяемость. Тогда-то уж точно вспомнит, что он убийца. В общем, дерзай, лейтенант». Дерзать предстояло в понедельник, когда Лиза явится на допрос, и Феликс, полный радужных надежд, спал в эту ночь как ребенок. В назначенное на утро время Лиза уже была в его кабинете и из порога объявила, что ни за какие коврижки и ни под каким соусом не согласится оклеветать Ивана. Поначалу Феликс даже растерялся от такого напора, будто подслушала она их разговор с Эрбисом. Потом взял себя в руки и как можно доходчивее объяснил, какая участь ее ждет в случае ложных показаний. И если, мол, подтвердится факт убийства ее мужа Иваном, то может она загреметь вместо него на нары, потому что это, мол, будет рассматриваться как укрывательство преступника с ее стороны. Видя, что перспектива пребывания на нарах не устрашила Лизу, он намекнул ей о психушке и только-только начал рассказывать о всяких нехороших мерах, которые там могут к ней применить, как ему позвонили. Выслушав Эрбиса, Ягилев переменился в лице, шапку в охапку и к нему в район. Лизе он только рукой махнул. Иди, дескать, домой, но чтобы из села ни шагу. Майор требовал срочно приехать в связи с новыми открывшимися обстоятельствами по делу. Еще в дороге он почувствовал, что в хорошо проведенном им следствии случился какой-то прокол, что сразу же и подтвердил Эрбис. Вот, слушай. Показал он Ягилеву телеграмму. Сам я что-то не совсем разберу. Еще в субботу в больницу Чуны доставили тяжелораненого Ивана Колотова. Ну-ка, взгляни, как там написано. Ранение, несовместимое с жизнью. Ну, значит, помер или нет? Он так смотрел на лейтенанта, словно тот мог прояснить ситуацию. Может быть, тебе что-то известно? Нет? Так, теперь вторая телеграмма сегодняшняя. От наших же просят приехать, чтобы допросить Колотова. Все понял? Феликс обалдело посмотрел на майора и покачал головой. Потом с надеждой указал пальчиком на стоявший на его столе телефон. — Ага, — досадливо усмехнулся Эрбис. — Без тебя я бы не догадался позвонить. Которые уж день нет связи, чтобы им пусто было. Всю глотку уже сорвал. — Так, а как же это он сначала помер, а потом допросить? — Растерялся Ягилев. — Вот для этого и дуй туда. Сегодня же. Сейчас же. Стой. — А что вообще по этому поводу думаешь? — Ну, что Колотова убили? — Так ведь неясно еще. — Убили или не убили, там узнаешь. Майор раздраженно повысил голос. — Но убивали же. — Что об этом думаешь? — Что не он Гребенюка замочил? — Не ответил, а как бы спросил ответа на вопрос лейтенант. И нерешительно переступил с ноги на ногу. — Так получается. И как-то сник. Так оно и понятно. Мечта об очередном звании рушилась на глазах. — Да, с логикой у тебя туговато, лейтенант. Как раз наоборот. Он свое дело сделал, и беглые уголовники убрали его как лишнего свидетеля. Он им больше не нужен. Тем более, что знал, куда они бегут. — М? Понял? — Так точно! — просеял Феликс. И не удержался, чтобы не польстить. — Как вы это ловко! — Да, век живи, век учись. — Это так, лейтенант. — снисходительно улыбнулся Эрбис. — Главное, дураком не умереть. В общем, чтобы там в чуне не говорили, ты с выводами не торопись. Первое, с чего начнешь — кто, когда и откуда доставил Колотова в больницу. Все до мелочей вызнай. Думаю, что Колотовым дело не закончится. Раз они хорошие бабки с Гребенюка срубили, раздрай просто обязан у них произойти. Это непреложная истина. И вот что запомни, умер Колотов или ожил без согласования со мной никаких выводов и решений. Для всех, конечно, в том числе и для него самого лучше бы было, если бы он не воскресал. — Ну, все, топай. Командировочная я тебе уже выписал. Свою лайбу здесь оставь. Да ты ж это мой шофер подбросит, а там на электричке мигом в чуну прибудешь. Ну, ни пуха ни пера. И совсем уже довольно рассмеялся, увидев, как стушевался подчиненный, не зная, как среагировать на пожелания. Да ладно уж, к черту можешь не посылать. Тогда до свидания. Улыбнулся Феликс и вытянулся. — Разрешите идти? — Давай, давай. Вяло махнул рукой майор. И тут же забыл о нем. Дел было не в проворот. Текучка. Все сразу и обо всем Егелеву с налету разузнать не удалось. Никто в райотделе толком пока ничего не мог ему сообщить об этом деле. Разве только то, что Колотов, похоже, выжил. Но в больницу к нему не допускают, ссылаясь на строгое указание хирурга. Пациент прооперирован и находится в реанимации. Зато председатель Охотсоюза Хлопаков, доставивший раненого, рассказал ему многое, в том числе и о спасенном ими кабане и таинственных следах на плато. Сообщил он все это Феликсу в присутствии местного следователя Гарманова или просто Максима Гармошки. И если еще в субботу ни у кого это сообщение не вызвало энтузиазма расследования, то теперь сразу же организовали поездку к тем местам. При этом Егилев принял озабоченный вид и глубокомысленно, точь-в-точь, как это делал Эрбис, выдал версию о том, что Колотов в этой истории не последняя жертва. Ну, это, мол, мои предположения. Высказался также о принципе уголовников не оставлять свидетелей. И надо отметить, что сильно вырос в глазах Гармошки, который поначалу не принимал всерьез своего бывшего одноклассника. Да и другие сопровождавшие с уважением стали посматривать на Феликса, когда к вечеру под Яром нашли тело Матвея. Правда, без видимых признаков насильственной смерти, не считая незначительных ушибов при падении с высоты. Потом уже экспертиза установит, что умер он от внезапной остановки сердца. А уж что послужило причиной, до поры так и останется неясным. Да, похоже, уголовники по-своему начали делить добычу. Теперь их осталось двое. Поделят ли между собой? Или тот, что сильнее и злее, останется один? Боливар не вынесет двоих, многозначительно изрек Феликс, вовремя вспомнил фразу из О'Генри, чем заслужил еще большее уважение. Вот на таком сильно выросшем его авторитете он и закончил этот день. А поутру из Октябрьского пришло еще одно сообщение, еще больше всколыхнувшее размеренную жизнь райотдела. Этой ночью один тамошний алкаш Кеша, то ли из любопытства, то ли с целью чем-нибудь разжиться, и это скорее всего, проник в кабину бесхозной машины. Стояла там сиротлево какая-то недалеко от вокзала уже третьи сутки, и разжился. Целый мешок разного барахла упер. Упер и тут же подался к тетке своей бабке Антоновне, что дай, мол, самогончику, а я тебе в залог кучу вещей вот оставлю. Вещи ватные, хорошие, аккурат для зимы, а пимы так вообще новые. Как продам, мол, все, так и деньгами рассчитаюсь. Подслеповатая бабка, не рассмотрев краденого, судила болезнему всего пол-литра, справедливо полагая, что ничего тот продавать не будет и даже и не подумает. Из него продавец такой же, как из нее балерина. А кешке больше пол-литра и не требуется. Ну, может быть, потом еще отдарит она его такой же порцией и хватит. Это, опять же, если кому-то сгодятся вещички. А как утром-то стала перебирать их, так и обомлела, что брюки ватные, что фуфайка, все в крови. Даже на пимах кровь сидит бабка, крестится, ни жива, ни мертва. Картина одна ужаснее другой встает перед глазами. В этом состоянии ее и застал сосед Гриша Кушаков из отделения местной милиции. Он аккурат сменился с дежурства. Всю ночь проспал в дежурке вокзала и шибко хотел взбодриться у Антоновны. Она ему обрадовалась и сразу. Ой, Гришенька, выручай, смотри, что мне кешка принес. А я, дура старая, не рассмотрела сослепу. В Грише сразу же сыщик проснулся. Как увидел вещи, так и понял, что вовремя он с дежурства сменился. Теперь он это дело быстро раскрутит и немедля доложит обо всем начальству. Смотришь, и снимут с него выговор за пьянку на рабочем месте. А может, да почему бы и нет, премию дадут. Он даже забыл, зачем пришел к бабке и хотел тут же бежать за преступником Кешей. Но умудренная жизнью Антоновна удержала его, дескать, тот вот-вот сам явится. И прямо как в воду смотрела, не успела сказать, как Кеша и нарисовался тут же. Собственной персоной, так сказать. Ну, понятно же, что за очередной порцией мужик пришел. Гриша без всяких проволочек. Хвать его за шиворот. И окровавленные шмутки к носу. А кого это ты, мил человек, укокошил ночью? Быстро, Калис. Признание половины наказания. Понял? А пошел-ка ты, не испугался Кеша. Сам поди, укокошил кого-то с пьяных шаров. А на меня свалить хочешь? Че это ты мне тут подсовываешь? Че, че, передразнил Гриша. То и подсовываю, что ты, охламон, приволок сюда вчерас. Антоновна, подтверди-ка племяшу своему. Приволок, приволок, леший, тебя задери. Закивала та, да еще и клюкой замахнулась. Ух, ирод, в грех четку ввел. Сознавайся, кого сничтожил. Тут уж Кеша понял, что это те самые шмутки из машины и не на шутку перетрусил. Поскольку запираться не было смысла, он все и выложил, как было. Да никого я не трогал. Гриша, ну вот тебе крест. Тоже мне нашли убийцу. Да я мухи никогда не трону. Вон за вокзалом зелок непрекаянный. Какие уж сутки стоит. Ни шофера, никого другого нету. Ну, я и полюбопытствовал, чего там в кабине есть. Вот барахлишко в мешок и сложил. Ну, не я, так другой бы взял. А что, раз оно ничейное, а? Гриша с ним к вокзалу. Машина как тут стояла, так и стоит. Ну, а в кабине коркой льда застывшая кровь. И под ногами, и на сиденье. А под резиновым ковриком еще и заточка. Дело было явно не шуточное. Гриша бегом в дежурку на вокзал и доложить об этом ЧП по инстанции и получил приказ доставить машину в райотдел. Тут Гриша вытянулся в струнку с трубкой в руке и отчеканил по-военному. Будет сделано! И добавил многозначительно. Хоть я и сменился уже с дежурства, а доставлю, и свидетеля привезу с собой. Зачтется. Был короткий ответ. И вещь доки не забудь. Пришлось Кешину добычу у бабки Антоновны реквизировать. Так что ей собственным племянником был нанесен ущерб в виде бутылки самогона. Сам же Горемыка, проклиная и тетку, и Гришку, и себя на куэляд, сдались ему эти шмутки, понуро поплелся за Кушаковым к машине. Как только прибыли они в Чуну, Феликс, кстати, давний с самого детства друг Гриши Кушакова, тут же признал Зил Леньки Белых. Среди местных пинкертонов случилась легкая паника. Проворонили. Беглецы ушли из-под самого носа. В какую сторону? Ищи-свищи теперь ветра в поле. Не факт, что в сторону Братска хоть и перешли Чуну. Может, они для того и перешли, чтобы запутать погоню, пустить ее по ложному следу? Отсюда-то на юг уже ловчее пронырнуть поездом. Почему они должны стремиться на север, когда любой разумный рванет на юг, в самую середину страны, где в многолюдстве затеряться намного легче, чем на малочисленном прозрачном севере? Тут ведь каждый приезжий, считай, на виду, что у них на уме? Или уже только у одного? Ведь кровь в кабине могла быть одного из двух оставшихся. Так может статься, что беглец-то один уже остался? Тут и пригодилось свидетельство Грише о виденном им железнодорожнике, которого он самолично посадил на поезд до Красноярска. Так ведь тогда на беглецов-то и сведений не поступало еще. Следователь Максим Гармошко ухватился за его показания и, раскрутив мишку цыгана, получил подтверждение. Ну да, был у него какой-то мужик, назвавшийся князем, и проговорился, что пробирается именно туда, в Красноярск. Тогда ни у кого уже не осталось сомнений ни в том, где искать князя, ни в том, что это был он. По предъявленным фотографиям его опознал и Гриша, и Михаил. Максим явно набирал очки и начинал затенять славу Ягилева. Впрочем, Феликса мысль эта волновала не очень сильно. Все-таки главной его задачей было раскрытие убийства Гребенюка, а не поимка бежавших уголовников. Вот гармошкой пусть этим занимается разон следователь из города Чуны. Феликса больше занимал вопрос, выживет ли Колотов. Ведь если в результате смерти в деле можно было бы спокойно поставить точку, то в случае его выздоровления их всех, вполне возможно, ждало многоточие. Обо всем случившемся он доложил Эрбису. Благо, связь наконец-то была налажена и попросил прислать за машиной ее шофера. Теперь оставалось только пассивно ждать, что будет с Колотовым. А это надеятельного, полного энергии лейтенанта всегда навевало скуку. Слоняться непрекаянным целыми днями его как-то не особо вдохновляло. И тут он вспомнил, что Хлопаков в первый же день предложил ему забрать спасенного им кабана, так как было установлено, что родом он со свинофермы его села. Сие предложение, встреченное им тогда с явной неохотой, теперь показалось весьма кстати, будто специально для того, чтобы как-то скрасить унылое прозябание, и навело Феликса на другую хорошую мысль. Обменявшись с Гришей сердечными объятиями и первыми вопросами, он сходу предложил другу заняться трофейным кабанчиком, то бишь освежевать ни к чему не годного свидетеля и приготовить из него на вечер дружескую трапезу. Гриша, не будь дураком, тотчас поручил это дело такому же непригодившемуся свидетелю Кеши. У того и здесь, в Чуне, была тетя под стать Антоновне, то есть с наличием горячительного напитка. К тому же она обладала просторными апартаментами, так что к вечеру во дворе тети уже вкусно пахла жареным мясом и шкварками, а в ее просторной избе Феликса с Гришей рассаживали гостей. Понятно, что это были в основном сотрудники милиции, да еще радостный Ленька Белых, прибыв за своей машиной, он уже успел до прежнего блеска выскоблить кабину Зила. Благо, экспертиза уже закончилась. Теперь он ждал дальнейших распоряжений Феликса. Совместная трапеза прошла успешно, и особо успешной она была для ее организаторов. Грише, как он и мечтал, было обещано снятие выговора за проявленную оперативность, а Феликса отпускали домой, твердо пообещав держать его в курсе дела, то бишь сигнализировать о здоровье Колотова и в случае выздоровления не допрашивать без его Феликса участие. В общем, затея удалась, и только одно обстоятельство немного омрачило его радужное настроение. И омрачил он его себя сам. С самого начала гости обратили внимание на то, что один из них, а именно Хлопаков, не проявляет должного уважения к обществу, то есть не пьет вместе со всеми. Тот хоть исцелался на какую-то болезнь желудка, но вызывал этим только ехидные ухмылки. Каждый знал о его железном здоровье, а потому считал своим долгом догадаться о реальной причине отказа. Вплоть до того, что «А может, ты подшился?» «А может, ты закодировался?» Да, оно и правда. Видно ли это дело, чтобы мужик игнорировал общество? Нет, непорядок это. Ситуация, что называется, из ряда вон, и каждый считал своим долгом отпустить по его адресу какую-нибудь скобрезную шутку, на которую тот так же упрямо не реагировал. Вот и Феликс, оказавшийся под самый занавес трапезы за столом рядом с Хлопаковым, решил добиться того, что не удалось сделать другим, заставить Бориса выпить. «Ну, Борис, ну, давай вздрогнем за мой успех. Ну, по самой махонькой, а? А что у тебя за успех?» поинтересовался тот. «Да что ты прикидываешься, будто не слышал?» обиделся сильно захмелевший Ягилев. «Ну, так и быть, скажу. Повышения жду по службе». «Дело-то еще не раскрыто», напомнил Борис. «Не рановато ли звездочку примерять?» «Я подожду. Я не гордый». И тут Борис вдруг развернулся к нему всем корпусом и, глядя прямо в глаза, тихо, но отчетливо произнес. «Феликс, я не знаю, насколько достоверны твои данные о вине Колотова, но вот тебе мой дружеский совет. Остереги свинить его, даже если у тебя есть явные доказательства. Их ведь при желании и опыте можно подтасывать. А это... Человек Божий. Он никого никогда не трогал и делал людям только добро». «За что и сидел, да?» перебил Феликс. Такого оборота он не ожидал, потому и осерчал. «Такой добрый! И пять лет лагерей, да?» «Да ты же знаешь, что им сроки под копирку лепят», загорячился Борис. «Виновен или невиновен, разбирать-то некогда». Тут, увидев, как лейтенант потемнел лицом, он не замедлил подсластить пилюлю. «Да вам с искорям и впрямь некогда с этими верующими возиться. У вас и без них дел по горло, и посерьезнее, с бандюками вон всякими». Подслащенная пилюля благотворно подействовала на Феликса. «Ну, так и я о том же». Самодовольно улыбнулся он. «Я ж его не за веру, а за убийство привлекаю, потому что факты тут налицо. Зачем ему убивать Гребенюка? Ты подумал? Если ограбить, то зачем оставлять живого свидетеля, Лизу, чтобы быстрее поймали? Кстати, что она об этом говорит?» «А, понимаю». «Тайна следствия», иронично хмыкнул Хлопаков. «Дальше. Если он был заодно с беглыми уголовниками, то зачем они его убрали? А главное, когда? До или после убийства Кольки?» «Ну, это же понятно». Тут Феликс снова блеснул психологическими познаниями, повторив высказывание Эрбиса о принципах Жулья, и подвел итог. Как только он сделал свое дело, они убрали его, чтобы замести следы. И замочил Гребенюка определенно он, на топоре только его отпечатки. «Правильно. Топор-то его. Но его можно взять и в рукавицах. И не оставить следов. Надо хорошо осмотреть Иванову избу». «Да все же осмотрено и схвачено на семь рядов», вальяжно успокоил его Феликс. «Неужели ты думаешь, что мы зря едим свой хлеб?» «Моя милиция меня бережет». «Слышал?» «Ага». «В тюрьму запрячет, и там стережет», дополнил Борис с усмешкой. Он понял, что сегодня говорить с лейтенантом на эту тему бесполезно. «Ну, как знаешь. Только я все равно еще раз обыскал бы избу Ивана. Вдруг там где-то еще деньги припрятаны. Вот тогда бы уж точно все на место встало. А то прямо уж совсем на виду. Так это сомнительно. И потом... Не знаю, стоит ли говорить». Борис, будто засомневавшись, сделал паузу. «Ну-ну-ну, что? Говори. У этого твоего колотого есть брат. Большой начальник. Ты даже не подозреваешь, какой большой. А что он мне? Что он мне?» Невольно заерзал на стуле Феликс. «Да ничего, ничего. Я просто так сказал, чтобы ты сильно-то не торопился. Мало ли, что на ум взбредет такому начальнику. Ну, тебе виднее?» «Конечно, виднее». В нарастающей досаде буркнул лейтенант. «Ну, тогда, если хочешь, завтра договорим», предложил Борис. «Давай», — согласился Феликс. Омрачил ему настроение этот охотник. Но все же он сподобился выдавить из себя улыбку. «Завтра так завтра». Опустошив очередной стакан, он постарался забыть этот неприятный для него разговор. Но весть о большом человеке наутро сразу же пришла на память. Разбуженный Ленькой Белых, он наскоро умылся и поехал с ним в больницу справиться о своем подопечном. И получил обнадеживающее для себя известие. Колотов так и не пришел в сознание. Более того, врач сообщил, что у него от сильного переохлаждения начался абсцесс легких, и дышит пациент только благодаря кислородной подушке. В общем, шансы на то, чтобы выжить, равны нулю. Феликс едва сумел скрыть охватившую его радость. Фух, прямо груз с души свалился. Теперь уже никакой брат Колотова ему не страшен. Сдержанно попрощавшись с врачом, он чуть ли не в припрыжку помчался к машине. «Давай, Ленька, домой. Хватит по чужим углам слоняться». «Ура!» просеял Ленька. «В гостях хорошо, а дома лучше. Заедем только на хату к другу твоему Ивану», предупредил Феликс. И на недоуменный взгляд шофера пояснил. «Он, похоже, сегодня сыграет в ящик, если уж не сыграл. А я хочу еще там кое-что у него поискать». И улыбнулся загадочно для Леньки. «Кое-что интересное». Интересное действительно нашлось. Да такое, что лучше бы и не находилось. Тщательно обыскав все углы, обнаружил Феликс в другой комнате за кухней под этажеркой такую же окровавленную заточку, что и в машине Леньки. Обнаружил и упал духом. Выходит, кого-то бандиты порешили еще здесь. Колотова? Тогда все действительно вставало бы на свои места, как выразился тот охотник. Стало быть, Серега с Андреем его и видели в кузове под тулупом. Вот это открытие! Только радости от этого открытия Ягилев не испытал. Напротив, он вдруг возненавидел Колотова за свой провал. Ведь так хотелось, чтобы убийцей Гребенюка был именно он, чтобы подтвердилась его следовательская хватка, и Эрбис взял его, наконец-то, в свой отдел. И чтобы о нем заговорили так же, как о самом майоре. Дескать, уж если Феликс за что-то взялся, быть делу раскрыту. И вдруг такой поворот! Впрочем, о провале-то говорить еще рано. Не обязательно ведь Колотова порешили здесь. Да и никто, кроме самого Феликса, эту заточку не видел. Поэтому первым его побуждением было выбросить ее в стоявший во дворе деревянный туалет. Но, поразмыслив немного, он все же завернул ее в тряпицу и оставил у себя в планшетке. Дескать, мало ли как обернется дело, так надо быть готовым ко всему. А извещать об этом даже Эрбиса пока не стоит. В общем, на глазах матерел лейтенант милиции, набирался, так сказать, опыта оперативной работы. Если сначала он поступал вроде как следуя советам или даже приказам майора, то теперь закрыть дело именно таким образом хотел он сам. И списать все на Колотова уже не представлялось трудной проблемой. Ну что, нашел, что искал? Встретил его вопросом Ленька, не принимавший участия в поисках. Ему явно не терпелось поскорее освободиться от попутчика. Торопишься? Понял его Феликс. Да все в порядке. Ты вот что, отвези меня в район и свободен. Там моя лайба стоит. Так тогда и поехали быстрее, расплылся в улыбке Ленька. Именно, что быстрее. Ну, давай, гони. Аллюр, три креста. Эрбис встретил его как равного с распростертыми объятиями и сразу засыпал вопросами. Вижу, не зря съездил. Ну, выкладывай, как дела, что нарыл. Как там наш подопечный выдержит? И вздохнул притворно. Да знаю, знаю. Ну, что тут попишешь? Столько на морозе пролежать. Любого кондрашка хватит. Оттого второго уже опознали? Ну, вот и славно. Итак, мы свое счета и закончили. Оставшихся двоих пусть угрозы скловят. Ну, или одного сами там разберутся. Короче, это их проблемы. Ты заканчивай с Лизой как можно скорее и доложи. Остальное за мной. О своем визите в избу Ивана Феликс умолчал и, получив очередные инструкции, кинулся их выполнять. Нужно было немедля вернуться в село и решить вопрос с Лизой. Либо она сама подтвердит его версию об убийстве, либо заставить ее это сделать, то есть принять к ней меры. На ходу обдумывая, как все это еще раз преподнести, он и направился к ней, но по дороге заглянул к своей давней подруге Тамаре, а таковые у него были почти в каждом селе района, и попал к себе только на следующее утро. Прямо у ворот Лизаветы он столкнулся с Петром Баскаковым. Тот выводил со двора обеих своих лаек. Еще один его сторожевой пес оставался у дома на цепи, и тут же неприятный для Феликса сюрприз Лиза исчезла. После похорон мужа ее преследовал такой страх, что упросила она Петра привезти к ней его собак. Все, мол, какая-то защита. Петр был, пожалуй, единственный человек в селе, с кем покойный Гребенюк до конца оставался в дружеских отношениях. А Лиза в противовес мужу души не чаяла в собаках, и как только представлялась возможность, то есть, когда они были не на охоте, ухаживала за всей сворой Петра. Благо, жили рядом. Особой ее любовью пользовалась изящная соболятница Чернушка. Она была просто красавица, впрочем, такую же любовь питал к ней и сам Петр. Кроме изящного вида, она была еще и искуснейшей охотницей, и не было случая, чтобы она хоть как-то подвела своего хозяина. Вчера же Петр уезжал в район и о том, куда подевалась Лиза, сказать ничего не мог. До этого он в разговоры с ней не вступал, до разговоров ли ей. То ли плохо себя чувствовала, то ли еще что, но из дому она не выходила эти дни. Еще вчера по светлу соседи видели ее во дворе, а вот когда и куда она потом могла деться, никто не знал. Не сказалась она ни единой душе, в том числе и Петру, а главное, укатила, несмотря на предупреждение Феликса не покидать села. Теперь он досадовал, что не оформил ей подписку о невыезде, но еще больше досада брала на самого себя и на Тамарку. И надо же было сунуться к ней именно вчера. Теперь из-за нее дело застопорится на несколько дней. Что это так и будет, не сомневался и Петр, указав на миски для собак, вон, мол, сколько еды им оставила. Стало быть, не на один день укатила строптивая хозяюшка. Лукавил охотник Баскаков. Он не только знал, почему и куда исчезла Лиза, но и сам отвез ее поздним вечером на станцию. Отвез тайком, укутав в санях, чтобы не увидели докучливые соседи. Ну, а если кто даже и видел, как он укатил со двора в сопровождении Чернушки, то не придал бы этому никакого значения. Ясно ведь, что на охоту упадал за мужик. Именно Петр принес Лизе известие о том, что отыскался Зилок Леньки Белых, а Иван Колотов доставлен в больницу Чуны. Слух этот распространялся сразу же, как отправили туда Леньку за машиной. Сама бы она об этом не узнала, потому что действительно не выходила на люди и видеть никого не хотела, кроме Петра. Он, в отличие от других сельчан, безоговорочно верил Лизе и ни на секунду не сомневался в невиновности Ивана. Сам он заступиться за Лизу не мог, потому что не в ладах был со стражами порядка. Когда-то, еще будучи лесником, не угодил он милиции, скрутив без их на то разрешение двух высокопоставленных браконьеров. Те изволили развлекаться охотой в запрещенный ее период и ушли далеко от машины, поджидавшей их на опушке. И как не грозились сии джентльмены всякими нехорошими для него последствиями, доставил их по тайными лесными дорогами, чтобы миновать машину с охранной челядью, на телеге в район. Были они связаны по рукам и ногам, и понятно, что таким их видом он изрядно позабавил любопытствующих сельчан. Уже и позлорадствовали они в сласть. Оно и понятно, когда еще увидишь всесильных чиновников, спеленутых веревкой по рукам и ногам, да еще и пристегнутых ею друг к другу. Ну, так ведь все факты злостного нарушения правил охоты были налицо. И уже потом, когда его стали уговаривать по-хорошему отступиться от своих показаний, чтобы спустить дело на тормозах, на попятную не пошел. И, как результат, лишился работы. Да хорошо еще, что не угодил за решетку. До этого, правда, дело не дошло. С той поры и подался в свободные охотники. И вот, зная, что после гибели мужа у Лизы остался всего лишь один более или менее близкий человек, дальний родственник Николая, он и посоветовал ей поехать к нему. Хлопакова он знал хорошо. Борис, фигура заметная, может быть, поможет отбиться от Феликса. Совсем ведь довел бабу угрозами поместить ее в психушку. В общем, доставил Петр Лизу в тайшет, и, поскольку до прихода ближайшего поезда оставалось не менее трех часов, распрощался и поехал назад. Лиза купила билет, прошла в небольшой уютный зал ожидания и огляделась. Народу было совсем немного, и внимание ее привлекла очень молоденькая девушка на лавке справа от нее. Та сидела лицом к Лизе с полузакрытыми глазами, и было видно, что девушка отрешилась от всего мира. Она едва заметно раскачивалась, будто непрестанно кланялась кому-то, при этом губы ее также едва заметно шевелились. Нездешняя сразу определила Лиза и хотела пройти дальше, но что-то удержало ее. Потом появилось неодолимое желание подойти к девушке, будто кто-то подталкивал ее, и она явственно расслышала голос «Подойди к ней!» Лиза оглянулась на голос, но никого рядом не было. Она снова посмотрела на девушку, и та вдруг открыла глаза, их взгляды встретились, и они улыбнулись друг другу. Улыбнулись так открыто, как это бывает только с родственными душами, будто знакомы они целую вечность. И Лиза присела рядом. «Ты молилась сейчас, детка?» спросила она вместо приветствия. «Да», просто ответила та, продолжая улыбаться. «Я просила Бога помочь мне, и, кажется, Он послал мне тебя». «Ну, скажешь, что же», смутилась Лиза, «а куда едешь? Я уже приехала, теперь жду утро, чтобы на автобусе доехать до квитка». «Ах ты, беда какая!» так и подпрыгнула Лиза, «Да я ведь только что оттуда». «Подожди-ка, может быть, Петр не уехал еще?» и, оставив свой узел на лавке, кинулась на улицу. Через минуту она вернулась и огорченно констатировала «Уехал». «А к кому ты едешь-то?» «Как тебя зовут?» «Меня Лиза, а я Настя Колотова. К папе еду». «Все с той же чуть виноватой улыбкой», говорила девушка, «То есть приехала». «Он тут» и запнулась, увидев в раз побледневшее лицо собеседницы. Она резво вскочила с лавки и подхватила Лизу под руки. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Да ты присядь, присядь». «Сердце?» «Ничего, ничего», вормотала Лиза, откинувшись на спинку лавки. «Сейчас пройдет». «Как же это хорошо!» «Что хорошо?» В неожиданной тревоге засуетилась около нее Настя. «Что? Тебе же плохо!» «У тебя таблетки есть?» «Подожди, я сейчас у дежурной спрошу или у кассиршей». «Не надо!» слабо запротестовала Лиза. «Уже лучше!» «Слушай, что скажу!» «То хорошо, что я тебя встретила! не надо, детка, тебе в квиток ехать! Нету там твоего отца!» «Я знаю!» «Там еще несколько километров до его деревни!» Тревога нарастала, и Настя не спускала глаз с Лизой. «А ты что знаешь папу?» «Я еду к нему в чуну!» «В чуне он, понимаешь?» Лиза приподнялась. «Пойдем, я возьму тебе билет!» «Поедем вместе, Настя!» «С ним что-то случилось!» не спросила, а как бы утвердила девушка. «Скажи, что?» «Сначала возьмем билет!» Лиза уже взяла себя в руки, она ласково поправила Насте, выбившиеся из-под полушалка волосы, и погладила ее. «Сиди здесь, детка!» «Я быстро вернусь и все расскажу!» Вернулась она, немного расстроенная. Настя выжидательно смотрела на нее, сцепив руки на коленях. «Кое-как уговорила дать в этот же вагон», проворчала Лиза. «Правда, без места, но мы ведь не собираемся разлеживаться. Так нет? Посидим, поговорим. Ехать-то на скором часа три от силы. Это если на электричке, тогда долго, а на скором и есть на скором». «Что с папой?» не слушала ее Настя. «Ты так и не сказала». «В больнице он, детка», вздохнула Лиза. «В больнице, в тяжелом состоянии, и никто не знает, выживет ли. Но Бог его обязательно спасет и защитит от врагов. Я в этом уверена. И ты надейся на Бога, как надеюсь и я. Я многим обязана Ивану, Настенька, отцу твоему, значит. Сейчас я тебе все расскажу». Она обняла девушку, преклонила ее к себе. «Времени у нас с тобой много. Что здесь не успею рассказать, в поезде договорим. У нас с тобой теперь по-всякому одна дорога и желание одно, чтобы отец твой жив-здоров был. Ты слушай, я о нем много знаю». Поначалу Настя слушала ее с окаменевшим лицом, но постепенно все доверчивее прижималась к Лизе, открывая для себя неизвестные ей страницы жизни отца. И всей душой сопереживала самой рассказчице ее неординарной судьбе. А когда поняла, чем рискует она, не поддаваясь соблазну оклеветать ее отца взамен на личный покой, стоит только согласиться с выводами Феликса, тихо прошептала «Спасибо тебе, Лиза. Я же сразу сказала, что Господь послал тебя мне навстречу. Видишь, так оно и есть». Теперь и я это знаю, Настенька. Он нас вел друг к другу, чтобы мы вместе за Ивана молились. «Помолимся, детка». Они встали на колени, облокотились руками на лавку, и Лиза первая зашептала тихую молитву благодарности Богу. Проходившие мимо запоздалый бомж, обычно они исчезают с вокзала после одиннадцати вечера и появляются ближе к шести утра в длинном не по размеру бушлате драной рыжей шапке и больших облезлых бывших когда-то черными пимах. Мгновенно среагировал на оставшийся без присмотра узел Лизаветы. Надо сказать, что тайшетских бомжей не интересуют чемоданы, они не занимаются воровством, а вот слямзить что-нибудь по мелочи могут. Вот и этот, крутнувшись на месте, зыркнул по сторонам и уже готов был умыкнуть добычу, как вдруг остановился в изумлении и прислушался к словам, словам, произносимым сквозь слезы. Он услышал имя Бога и поразился той надежде, с какой они сначала одна, потом другая, просили Бога о помощи и той уверенности, что Бог их слышит и поможет. Воистину вера отслышания. Что-то случилось в душе бомжа, защемило сердце неизбывной тоской о давно покинутом отчем доме, разбудив воспоминания детства. Всколыхнулась память об ушедших родителей и проснулась жалость к самому себе, к своей загубленной жизни. Это свет Христовой любви проник в его очерствевшую душу, рубко забрежив там крохотным лучиком. Тогда подкатил к горлу горький ком раскаяния, и мужик неожиданно для себя прослезился. Долго он стоял не шевелясь, боясь спугнуть этот благословенный миг. Но вот молитва закончилась, и он в каком-то незнакомом ему или забытом счастливом благоговении присел напротив. Он был полон ожидания. Сейчас, сию минуту, он подойдет к этим верующим женщинам и спросит их, что это было. Но тут же вскочил, как ошпаренный от грозного окрика, кричала дородная женщина в дорогой цыгейковой шубе, накрыв руками стоявшую на лавке сумку. Чемодан на полу она крепко сжимала ногами. Ты куда мостишься, Ахламон? Что, другого места не мог найти? И исчезло благоговение, и тьма поглотила солнышко, вернув бомжа на землю. В момент он осмурел, ощетинился и насупил брови, готовый огрызнуться. Страшно хотелось ответить оскорблением на оскорбление. Ах ты, кикимора! Начал было он, но вовремя удержался. К даме услужливо подскочил какой-то вальяжный тип в модной москвичке с шалевым воротником. В руке у него болталась аккуратная походная сумочка на ремешке. Опыт подсказал, что такому ничего не стоит сдать его ментам. А кому ж охота лишний раз получить по шее? Но и совсем уйти он тоже не хотел. Опять же по опыту знал, что эта горластая баба уже не утихомирится и было интересно увидеть, на кого еще она отвяжется. Все же благоразумно решил отправиться на другую сторону лавки. От греха подальше. Во-во! Давай вали, вали отсюда! Проследив за его передвижением, так же грозно прикрикнул тот тип. Затем заботливо осведомился у дамы. Надеюсь, он вас не тронул? Нет, нет, нет. Она благодарно посмотрела на него. Но все равно вам спасибо. Теперь ведь далеко не каждый осмелится заступиться за женщину. А вы просто джентльмен. От этих бродяг прохода нет. Как и вот от этих богомольцев кивок в сторону двух женщин. Совсем обнаглели ни стыда, ни совести. Да и не говорите. Быстро согласился джентльмен. Вот уж действительно расплодилось их тут на каждом углу, куда ни кинь. И никто им не указ, воодушевилась поддержкой дама. Ну и молились бы себе где-нибудь в своем закутке. Нет, им на люди надо, чтобы заманить кого-нибудь в свои сети. Взять хотя бы вот этих двух. Сразу видать, что мать свою дочку затащила в какую-то секту. Не иначе. Молодости ее не пожалела. Да и сама ты еще молодая. Ну что им нужно? Им молятся, им молятся. Как это говорят? Она наморщила лоб, вспоминая пословицу. Ага, заставь дурака богу молиться. Он и лоб ошибет. И наплевать им на окружающих. Ах, придурки, Сталина на них нет, пробосил мужчина и указал на лавку. Вы позволите? Конечно, конечно, заулыбалась она. Присаживайтесь. Приятно побеседовать с культурным человеком. Правда, у меня поезд скоро. У меня тоже. Посмотрел он на часы. А вам куда? И вскинулся в охватившем восторге. О, да мне просто повезло. Мы же попутчики, и сходу предложил. У вас я вижу багаж, а я налегке. Помогу вам погрузиться. Вот и славно, обрадовалась и дама. Потом, снова кивнув в сторону Лизы с Настей, брезгливо продолжила. неприятные темы. Но дама, проникнувшись праведным гневом на верующих, все больше распалялась и нарочито громко, чтобы было слышно всем, крыло, почем зря и церковь, и ее служителей, и верующих. При этом она то и дело бросала неприязненные взгляды на Лизу в надежде втянуть ее в спор. Вот тогда можно будет отыграться в сласть на этой красотке. Но та, хотя и не сводила глаз с этой сладкой парочки, вступать в пререкание не спешила. Да и вряд ли стала бы смотреть в их сторону, если бы ни одно обстоятельство, заставлявшее ее наблюдать за крикливой дамой. Лиза достаточно много прожила с гребенюком, вором высокой квалификации, чтобы знать все их повадки. И в том, что джентльмен, напротив, был именно таковым, у нее не было сомнения. Вопрос был лишь в том, когда и где он захочет кинуть эту барышню, здесь и сейчас или при посадке в вагон. Ответ не заставил себя долго ждать. Видимо, джентльмен торопился, быстро смекнув, что свидетелей, которых можно было бы опасаться, нет в наличии и не считать же в самом деле двух богомолок, напротив, серьезной помехой, да и другие не пикнут. Нынче люди живут по принципу «моя хата с краю». Он вдруг уронил с колен свою сумочку так, чтобы она упала на чемодан собеседницы и скатилась на пол на ее стороне. Дама игриво ойкнула, инстинктивно нагнулась за ней и с улыбкой вернула ему «Вот, держите и больше не роняйте». Она и не подозревала, что кошелек из ее сумки уже перекочевала куда-то в рукав москвички этого элегантного мужчины. «Ах, я растяпа!» Виновато развел он руками, привстал и расшаркался. «Даже неудобно как-то перед вами. Огромное спасибо, пустяки!» «Было бы за что благодарить», отмахнулась она. «Пожалуйста, не пускайте никого на мое место». «Учтиво попросил он. Я хочу уточнить время стоянки нашего поезда. Мигом вернусь». «Конечно, конечно!» продолжала кокетничать дама. И тут оба они вздрогнули от неожиданного приказа. «А ну, стой, где стоишь!» Мужчина круто развернулся и увидел стоявшую перед ним Лизу. Его плутоватые масляные глазки вмиг стали злыми, но в глубине их мелькнул страх. Этот страх разоблачения запрограммирован в любом из воров. «Ты кому это?» угрожающе поднял он руку. «А ну, отцепись от человека!» взвизгнула мадам. «Молишься?» «Вон и молись!» «Отцепись!» «Кому сказала!» Но Лиза не обращала на нее внимания. Она резко выкинула руку вперед и властно скомандовала. «Давай сюда, что взял?» «Быстро!» «Если хочешь, обойтись без шума!» Страх в глазах вора обозначился уже вполне явственно. Он, конечно, не мог знать эту женщину, но мгновенно оценил, что связываться с ней себе дороже. Такие бесстрашные встречаются очень редко, «но кайф ломают они всегда». И не только интеллигентным ворам, но и жестоким скудоумным грабителям, даже несмотря на явную угрозу их жизни. «Ну?» повысила она голос. «Джентльмен» воровато оглянулся по сторонам и выкинул кошелек откуда-то из обшлага на лавку рядом с оторопевшей дамой и вскинул глаза на Лизу. «Иди!» кивнула она головой и посторонилась. Через пару секунд он уже скрылся в проходе. «Куда иди? Куда иди? Караул ограбили?» тонко взвизгнула дама, сообразившая наконец-то, что ее только что обокрали. Дрожащими пальцами открыла кошелек, убедилась в наличии его содержимого и уже потише предъявила претензии. «Ты зачем его отпустила? Ты хоть понимаешь, что отпустила вора?» «Понимаю», устала улыбнулась Лиза. «Вот и исправь мою ошибку. Его можно еще догнать, если хочешь. Он дальше перона не уйдет. Ну, что ж ты медлежь? Беги!» «Ага, сейчас прям разбежалась!» съязвила потерпевшая. «Ты отпустила? Ты беги!» «Да правда, что?» раздался насмешливый голос. «Это Славки напротив», приподнялась старушка и подошла к Лизе. «Нет, ты гляди-ка, она ей деньги вернула, и она ж виновата. Что, лучше бы тот варнак попользовался твоим богатством?» Она склонилась к даме. «Креста на тебе нет, вот что я тебе скажу. Нет, чтобы поблагодарить, так еще и...» Безнадежно махнула она рукой. Дама вспыхнула, но, видимо, что-то поняла, и, приняв озабоченный вид, стала рыться в сумке. «И как ты, девка, только не побоялась разбойника такого? Вон ведь ни один мужик не насмелился поддержать тебя, продолжала старушка. Гляди, они и че часто глаза прячут, вроде не их касается. Мужики в зале действительно все делали вид, что не слышат разговора, и старушка продолжила. «Как тебя звать-то, милая? Лиза? Вот я в церкви и помолюсь за тебя. Пусть тебя Господь хранит. Так он и хранит, бабушка, улыбнулась Лиза. А что не побоялась, так ведь вы же заступились бы за меня, если что, правда? Ну вот. А где нас двое или трое, там и Господь среди нас. Чего ж бояться? И то правда, и то правда. Ну спасибо ему, растрогалась старушка и перекрестилась. И тебе спасибо. Чуть помедлила и пошла на свое место, бормоча про себя. Стало быть, так и есть. Бог и любви дает, и смелости придает, когда надо. А как же. Все это произошло так быстро, что Настя даже не успела толком среагировать. И ей стало немного стыдно, что Лизу вместо нее поддержала незнакомая старушка. Все в порядке, Настенька, угадала ее мысли Лиза. Это было не так опасно, как ты думаешь. К тому же и за нашими вещами надо присматривать. А то не ровен час останешься без своего чемодана. Но ведь он мог тебя, Настя недосказала, а изобразила что-то рукой в воздухе. Нет, нет, детка, ничего бы он мне не сделал. Это все страшилки и оправдания для равнодушных, лишь бы, мол, меня не трогали. Во-первых, я сразу увидела, что мужик без прикрытия, то есть некому спулить сворованное. Значит, гастролер, а таким вовсе не с руки светиться в чужом городе, да еще на вокзале. Не для этого он сюда приехал. Квалификация-то у него высокая. Даже я едва успела заметить, как он кошелек увел. Видать, сильно ему что-то приспичило, раз решился действовать так нагло. Я, милая моя Настенька, много чего по жизни от Николая навиделась. Не к ночи будем помянут. Она вздохнула и замолчала. Упоминание о муже разбередило душу, и Настя не решила с ее расспрашивать. Их молчание нарушил уже знакомый нам бомж. Подошел-то он вроде решительно, но тут же и замялся, не знаю, с чего начать. Я это слышал, в общем, как вы молились. Потом у вас с этим мужиком свара он с трудом подыскивал слова, потом заторопился, словно испугавшись, что его недослушают. Вы не подумайте, я бы ваш узел не спер и смешался от собственного неловкого признания. А что же помешало? Развеселилась Лиза. Передумал или как? Передумал. Еще раз признался он. Вы Бога о ком-то просили. Я понял, что не смогу. Я бы хотел, чтобы и обо мне кто-то так же вот просил. А некому. Не некому. Один я на белом свете. Хочешь, мы о тебе будем молиться, предложила Настя. Так я за этим и подошел. Ну, попросите об этом, чтобы и убежденно добавил, самому-то мне Богу молиться нельзя. Ну, что ты, порченный я, совсем никудышный. А вот если кто замолвит словечко, тогда другое дело. неправда твоя, участвово сказала Лиза. Бог ко всем одинаков. Тебя как зовут-то? Раньше Николаем звали, сейчас лопухом или фунчиком. А на что живешь? Когда удастся, подрабатываю. Я и слесарить и плотничать могу. Он немного помедлил. Я и в Бога верю. Ну, как верю. В это, конечно, все верят, только как к нему подступиться, никто не знает. В саму церковь-то заходить боязно, да и вряд ли пустят, а рядом с нищими старушками стоять я еще не могу. Вон оно как серьезно сказала Лиза. А подступаться к нему и не надо. Николай, Бог, он всегда рядом, только покайся перед ним и зови его в свое сердце. Ты вот что, я тебе сейчас свой адрес дам. Захочешь, приезжай где-то через неделю, там обо всем и поговорим. Лиза записала свой адрес в блокноте и подала ему «Приезжай, Николай, мы будем молиться о тебе». «Приеду», так же серьезно пообещал бомж. «Обязательно приеду». Он повернулся, чтобы уйти, и нос к носу столкнулся со своей недавней обидчицей, но выглядела она уже другой, весь лоск с нее как рукой сняло. Она стояла с чемоданом в руке и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, ожидая, когда он отойдет. Николай посторонялся. «Вы уж простите, что я вас не поблагодарила?» «Немного конфузис», произнесла она, глядя на Лизу с Настей, и присела на свой чемодан напротив них. Просто сразу и не поверила, что такой интеллигентный с виду человек и вор. А потом настоящий шок. У меня же тогда бы весь отпуск на смарку. Я ведь два года копила, чтобы отдохнуть на юге. А куда бы я без денег?» Женщина встала и признательно прижала руки к груди. В общем, я вам очень благодарна. Никто ведь, кроме вас, не осмелился даже подсказать, не говоря уже о том, чтобы заступиться. «Не стоит нас благодарить», мягко сказала Лиза. «И винить никого не надо. Никто действительно не видел, как он выкрал кошелек. А вот Господа благодарите, что мы смогли это заметить». «Ладно, ладно», сразу заспешила дама. «Про Господа ничего не знаю, а вот вам спасибо». «Прощайте, счастливой дороги». А еще через час Лиза с Настей и сами спешили к подошедшему поезду. «Куда движемся?» сонно спросила проводница, протягивая руку за билетами. «Да рядом тут, да чуны. у нас одно место». «А, не дослушала проводница. Идите, там сами все найдете». В полутьме плацкартного вагона они нашли свободное место на удачу, оказавшееся нижним боковым, и устроились по обе стороны столика у окна. Те полчаса, которые поезд стоит в тайшете, тянутся томительно долго, не станешь же разговаривать, когда все пассажиры спят. Только глухое постукивание осмотрщиков по буксам вагонов до переклички в стационном репродукторе и нарушают тишину. Но вот поезд плавно почти неощутимо двинулся с места и, чуть-чуть подергивая вагоны, стал набирать ход. Только тогда Лиза склонилась к Насте. Ну, как ты, Настенька? Кажется, наша встреча началась с Божьего благословения, прошептала она. Это знак мне, что папа выживет. Непременно выживет, детка. Я даже не сомневаюсь в этом. За окном с большой скоростью не на чем глаза остановить, набегала и стремительно уносилась назад одноликая темная громада заснеженной тайги. Господи, шептала Настя в эту темень, спаси и помилуй моего папу. Мы столько лет не видели его. Спаси и помилуй. В непрестанной молитве время пролетело как один миг и уже в рассветной мгле прибыли они в чуну. В гостях у Хлопакова Лиза бывала не раз, так что отыскать его довольно приметный особняк большого труда не составило. Хозяин уже был на ногах. Он хоть и не ждал гостей, но встретил так приветливо, будто готовился к их приезду. Радушно приняла их и жена Бориса Лиля. Само собой, Лиза сначала рассказала о событиях той ночи и последующих действиях Феликса Егилева. По мере ее повествования лицо хозяина дома мрачнело все сильнее и сильнее. Так, значит, нашли край него. Решил все же Феликс на невинного человека все стрелки перевести, а заодно и от неугодного свидетеля избавиться, резюмировал он. А ведь могут они это, Лиза, еще как могут. Это в их стиле. Оно и понятно, зачем себя поисками преступника утруждать, когда под рукой готовый по всем статьям подходящий погодился. Вот только ты им всю картину портишь, болтаешься, понимаешь, под ногами. У них из-за тебя статистика раскрытия преступлений ухудшиться может. Чуешь? А, вот это и оно. Я особой надежды на этого вашего Феликса и не питал, но что он хлюст до такой степени, сразу-то не заподозрил. Но ничего, девоньки, безвыходных положений не бывает. Есть у меня один человек, с которым я Ивана в тайге нашел. Думаю, он нам поможет. Он уже звонил пару раз из Братска, справлялся о его состоянии. Важный чин Константин Золотов. Ты что так вздрогнула, Настенька? А она не то что вздрогнула, вскочила из-за стола и переспросила взволнованно, как вы сказали? Золотов Константин? Ну да, Константин. Что, имя знакомое? А отчество? Как у папы? Артамоныч? Артамоныч? Подтвердил слегка изумленный Борис. Я и сам удивился, когда там, в тайге, вдруг обнаружил, что у них это одинаково. Это дядя мой. Сразу как-то сникла Настя. Папкин родной брат. только он фамилию жены себе взял, чтобы в загранице работать. Мы Колотовы, а он теперь Золотов. Теперь настал черед Бориса вскочить на ноги. Родной брат, мать честная. В волнении заходил он по комнате. Теперь ясно, почему он так осмурел тогда. Это ж Иван его признал, как в память пришел. Он его Котей назвал. И все ему про цветы какие-то. Ну, я и думал, вредит мужик. Не дошло, однако, что это Костя и есть. Да, а фрукт-то он еще тот, однако. Но тогда тем более шанс у нас. Не надо его ни о чем просить. Дядя Борис не дослушала Настя. Он с нами не родница. Девочка моя. Ладно, еще с этим Феликсом тут, может быть, и сами разберемся, но у Ивана после операции сильнейшее обострение воспаления легких. Даже наш доктор уже ничего не обещает. Вдруг потребуются какие-то дефицитные лекарства, а для Золотова, дяди твоего, дефицита не существует? Да нет, мы обязательно должны ему сообщить. Не надо ему сообщать. Неожиданно твердо заявила Настя, глядя прямо в глаза Хлопакову. Ничего не надо. Эх, ты упрямая какая! Подосадовал было он, но осекся. Ему вдруг отчетливо вспомнили слова Константина там, в тайге. Слышь, Боря, он мертв. Разве ему не все равно, где лежать? А если меня привлекут по партийной линии, тогда я буду завидовать вот этому жму реку. И Борис ужаснулся. Господи! Да ведь это он алиби себе выторговывал. Родного брата предлагал бросить в тайге верх цинизма. а точнее подлости. Права, девочка, не стоит он того, чтобы просить его о чем-то. Пусть живет, как жил. И сказал после минутного молчания, ну что ж, тогда остается только ждать. Просто ждать. Нет, не просто. мы будем молиться с Лизой. А, ну да, ну да, молиться это хорошо. И хорошо бы найти знакомых папы. У Лизы вон и адреса есть. Есть, подтвердила Лиза. Иван их нам с Колей давал. И виновата улыбнулась. Ну мы и так отняли у вас с Лилией много времени. Ничего вы у нас не отнимали, отмахнулся он. Только это, как я понимаю, можно будет сделать вечером. Сейчас уже все на работу ушли, и знакомые, и не очень. А что это за люди, Лиза, если не секрет? Да какой же от вас секрет может быть? Хотя они, конечно, себя не афишируют. Это верующие. Такие же христиане, как Иван. Мы с Колей покаяться у них хотели, потом крещение принять. А вон оно как покаяться. Непонятно для гостей, оживился хозяин. Так это ж в церковь бы надо, к батюшке. Есть тут у нас одна церковка. Нет, дядь Боря, вмешалась Настя, и улыбка чуть тронула ее губы. Каяться надо прямо перед Христом, поскольку Он единственный наш ходатай перед Богом. Библия говорит, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Понимаете? Ради нас Он предал себя на распятие, чтобы мы спаслись. «И это открывает нам священное Писание, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Голос ее дрогнул. «Стало быть, Он и есть наш Спаситель». Борис с Лилией да Элиза с глубоким уважением смотрели на нее. «Спаситель» задумчиво проронил Борис. «Слово-то какое объемное!» И повторил раздельно и со значением «Спаситель». И тут же засомневался. «Только как же это Христос сначала умер, а потом смог их спасти? Не наоборот разве? Нет. Для того Бог и воскресил его из мертвых, чтобы спасти грешников. Люди спасаются не жизнью, но смертью Христа. Это была жертва Бога за наш грех, ибо так возлюбил Бог мир. что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». «Жизнь вечную», эхом повторил Борис. «Разве это возможно? Так ведь для того и была жертва Христа. мудрено однако, с наскоку-то трудно понять, но надо пытаться. Ты такая еще молоденькая, Настенька, а уже столько знаешь, восхищенно качала головой Лиля и, чуть поколебавшись, добавила, «Мне тоже хотелось бы понять эти слова, саму их увидеть, прочитать. Только где взять эту Библию? А я как раз везу с собой несколько экземпляров для тех самых знакомых папы, о которых мы только что говорили. Так что одна ваша? Ну, тогда это куда как кстати, обрадовался Борис. В общем, так, адреса есть, проблем не будет, найдем их. Вечером Виктор нас отвезет. Не надо, сказала Лиля. Я и без Виктора знаю, где они собираются. А две их старушки вообще тут рядом живут. Вот так раз удивился ее муж. И откуда же это ты их знаешь? Так среди людей поди живу, засмеялась Лиля. А слухом земля полнится. Ну, вот и ладно. Значит, обойдемся и так. Ну, Настенька, все? Нет. Помогите мне попасть к папе в палату. «О, это нет, дочка. Это нельзя. В реанимацию никого не пускают». Борис увидел ее умаляющий взгляд, поскреб в затылке и взглянул на часы. «Ладно, попробую поговорить с доктором. Это можно будет сделать после обхода. Ну, а уж там, как он скажет. Ну, в любом случае, у вас часа три на то, чтобы отдохнуть с дороги». «И никаких возражений», нарочито, строго произнес он. С улицы послышался шум подъехавшей машины, и он заторопился. «Ну, мне пора. Лиля, покажи им, где что, а я к десяти вернусь». Лиля быстро постелила гостям в одной из комнат и хотела уже выйти, но у дверей остановилась и встретилась взглядом с Настей и без слов поняла просьбу, которая стояла в ее глазах. «Сейчас, Настя, сейчас я схожу за бабульками, тут через одну улицу от нас». И чуть помедлив вздохнула. «После того, как муж в тайге твоего отца нашел, я и сама все собиралась к ним пойти, да все откладывала. Верите или нет, как подменили Бориса, молчит, места себе не находит. Ему знамение там было. Машина заглохла аккуратно против кустов, где Иван лежал и, как не бились, встала намертво. Но как только они с тем Константином обнаружили и притащили его, сразу же завелась. Боря говорит, чуть умом не рехнулись оба. Так ясно же, что нет человеков такое, чтобы не живой машине, как живой душой управлять. Это ведь надо же! Лиля и теперь в недоумении качала головой. Она словно забыла даже, куда собралась идти. Потом спохватилась. Ну, так что? Сходить за бабушками? Тогда ждите. Я мигом. и действительно очень скоро вернулась с двумя старушками Огнетой и Варварой. Обе хорошо знали Ивана, но были еще в неведении, что с ним случилась беда. Поначалу было видно, что чувствовали они себя в этом доме немного не в своей тарелке, но убедившись, что перед ними дочь Ивана раскрепостились и засыпали ее и Лизу вопросами. Искренняя же доброжелательность Лили способствовала к ведению откровенной беседы без умолчаний. Все вместе они помолились за Ивана. Потом бабушки заторопились. Скоро должен вернуться хозяин, и как бы неоткровенно протекала беседа, но встречаться с Борисом они повременили. Как никак он из начальников. А с властью они привыкли быть настороже. Ты, дочка, иди с ним к врачу, напутствовали они Настю перед уходом. А мы прямо сейчас всех наших соберем, назначим пост и будем молиться, пока Иван наш не выздоровеет. Нас хоть и немного здесь, но где двое или трое соберутся во имя Христа, там и он посреди них. Господь обязательно поставит твоего отца на ноги. Раз такую страсть уже пережил Иван и выдержал, стало быть, Иисус заботится о нем. Даже и не сомневайся. И попросили напоследок только нас в курсе его дел держите. И вечером Настя принесла постящимся первое обнадеживающее известие. Доктор, без лишних расспросов, предложил ей подменить на несколько дней в больнице техничку. Вот, дескать, вам и возможность посещать отца в реанимации. Может быть, для кого-то это и показалось бы случайным совпадением, но ведь надо же было одной из уборщиц запить, загулять именно в эти дни. Событие не ахти какое, чтобы из ряда вон, даже наоборот обыденное, ведь жаждущих выполнять такой объем работы за нищенскую зарплату в те времена было очень и очень немного. Насте же это был подарок судьбы, и от кого был этот подарок, гадать ей не приходилось. Воистину, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Господь обильно благословил людей за их молитвы и веру. Буквально на следующий день врач с осторожным оптимизмом констатировал некоторое улучшение в состоянии своего самого тяжелого пациента. Еще через день он уже с немалым удивлением обнаружил у Ивана стабильное дыхание, а на третий аппарат искусственного дыхания вообще был отключен. Пациент, уже приговоренный к смерти, вопреки всем прогнозам, медленно, но верно возвращался к жизни. Еще через неделю доктор разрешил близким Ивана посетить его. Это было настоящим праздником для них. И день тот ознаменовался тем, что вечером сразу же после посещения Колотова немногочисленная поместная церковь Христова пополнилась сразу тремя покаявшими садушами. На собрании, проходившем у Хлопаковых в непрестанном словословии Бога, стояли на коленях принявшие его в свои сердца Лиза, Лиля и сам хозяин дома. Вместе с другими членами этой небольшой общины они славили Господа за его чудный промысел. Так закончился этот угодный Богу пост. Наш пост был угоден Богу, так и сказал старший брат церкви Архип седой как лунь старичок. Господь обильно благословил своих тружеников. Вот что записано у пророка Исаии. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо. Тогда откроется как заря свет твой и исцеление твое скоро возрастет и правда твоя пойдет пред тобою и слава Господня будет сопровождать тебя. Все это, дорогие братья и сестры, для нас исполнилось по слову Господнему. Исцеление нашему дорогому брату Ивану даровано Богом. Осталось разрешить оковы неправды, чтобы он был оправдан. И в этом наше упование только на Господа. Будем продолжать просить Его заслужителя Божьего. Знали люди и были уверены, уж кто-кто о власти ни за что не пойдут на попятную. В стремлении спасти честь мундира они будут готовы на все. И дело тут не только в Феликсе, вернее, не столько в нем, сколько в его высоких покровителях, а противостоять им может только сам Господь. Элегантный высокий латыш с приятными манерами и едва заметным акцентом, который лишь изредка проскальзывал в интонациях речи, сразу понравился Константину. Познакомились они совершенно случайно в ресторане гостиницы Тайга, где и проживал Золотов. Сюда же, в ресторан, Костя пришел по приглашению своих коллег. Ко всему прочему, была у него и надежда отвлечься отбудораживших душу мыслей. Нет, что до его рабочей миссии то все прошло как нельзя лучше. Полмесяца пролетело как один день, и он уже собирался лететь назад в Иркутск. Только не давали покоя мысли о братьям. Оказывается, Иван не умер, как он тогда предположил, но не это было главным. Из первого же телефонного разговора с Борисом он узнал, что Ивана обвиняют в убийстве другого человека. Это был удар пострашнее первого, и Золотов так перепугался, что лишился сна. Не помогали даже изрядные дозы заморского алкоголя, которым его вовсю угощало руководство инспектируемых им предприятий. И в который раз корил себя, ну, надо же было послушаться этого Бориса. Ехать к егерю, а найти брата. Да уж хуже не придумаешь. Теперь вот сиди как на иголках. Потом известия по этой линии стали повеселее. Со дня на день все же ожидала смерть Ивана. Константин расслабился и снова пообещал Борису заехать к нему в конце месяца. Теперь уже из Иркутска. В приподнятом настроении Костя спустился в ресторан, где его уже поджидали коллеги. Немного зарядившись, он пошел к оркестру, чтобы заказать еврейскую мелодию семь сорок. Не потому, что она ему нравилась, а потому, что это был своего рода рекламный трюк. Смотрите, мол, коллеги, какой свойский мужик этот Константин. Просто рубаха парень. Блатных песен не чурается. Почему-то все еврейские так называемые местечковые песни считались блатными. Да, в то время было модно выставить себя в таком свете. Но только в таких вот компанейских условиях уже не страшно было, что кто-то может на тебя донести за столь аморальное поведение. Может быть, еще и потому, что любой доносчик боялся сознаться в том, что сам был в этом аморальном заведении, и надо же было так случиться, что в этот самый момент подошел со своим заказом какой-то латыш, и руководитель ансамбля не знал, кого из них выслушать первым. Ситуацию сразу же разрядил латыш. С обезоруживающей улыбкой он учтиво уступил Константину право первого заказа, но, услышав его, воскликнул в непритворном изумлении. Невероятно! Именно семь сорок хотел заказать и я. Дайте вашу руку. Я вам уступил очередь на заказ, но не уступлю право заплатить за музыку. И поднял руки в предостережении. Нет, 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 тут вы должны уступить мне. хотя бы как гость у вашего города. Потом, пожалуйста, платите, как вам заблагорассудится. Спасибо и будьте здоровы. Вложив в руку музыканта денежную купюру, он откланялся и хотел уже уйти, но Золотов удержал его. Так вы наш гость? Откуда, если не секрет? из Венспилса. Я из Латвии. Ух, Балтика, расцвел Константин, Рига, Юрмала. Бывал, бывал, это же наш, так сказать, форпост, лицо всей страны. Я только родом из Латвии, уточнил новый знакомый, а работаю, как видите, по всему Союзу. Теперь вот и до Сибири добрался. Вы здесь с друзьями? Нет, пока что один, не успел еще ознакомиться. Хотите, я помогу вам исправить этот недостаток? Присоединяйтесь к нам, не ошибетесь, у нас теплая компания и все свои люди. Да неудобно как-то, замялся гость. Это вы свои, а я будешь своим, без обиняков перешел на ты Золотов и протянул руку. Константин Золотов, а лучше просто Костя. Ян, пожал руку Латыш, Ян Блу Миниш, по-русски просто Иван. Ну, Ян тоже неплохо улыбнулся Костя. Давай-ка, Ян, к нашему шалашу. Коллеги встретили незнакомца настороженно, но буквально через пять минут они уже аплодировали его оригинальному тосту, который он произнес с неподражаемым грузинским акцентом. Потом он стал показывать, как один и тот же тост здравицы мог бы звучать в устах тамады той или иной национальности. Выходило это у него так естественно, что подвыпившая компания просто падала от хохота, когда перед ними вставал то узбек, то эстонец, то хохол, то чокча. Вот кто-то, обессилев, уже полез под стол. Напряжение спало, и никто уже не вспомнил, что среди них есть гость, тем более, что по профессии он оказался им сродни. Сейчас он занимает довольно высокий пост в каком-то объединении колхозов и совхозов Казахстана и планирует туда поставки леса. Конечно, на первых порах требуется помощь, пока ведь это освоишься с новыми обстоятельствами. Пока это вычислишь все двери, в которые необходимо постучаться, нужно время. Не мудрено, что на него тотчас посыпались предложения об оказании этой самой помощи. Где речь о лесе, там большие перспективы, которые пахнут большими деньгами и людей, готовых предоставить свои услуги, хоть отбавляя. Пил Ян очень умеренно, если не сказать, что совсем мало. Пару раз всего-то и уступил давлению со стороны дам, но еще задолго до закрытия ресторана вежливо поблагодарил всю компанию и удалился. Предлог был вполне благовидный телефонный звонок в Казахстан. Там аккурат конец рабочего дня и надо отчитаться перед мамой о положении дел. Кстати, отчитывается он только перед ней и как только появляется такая возможность. Часто ведь он бывает в таких захолустьях, откуда и не позвонишь, а это отражается на ее здоровье. Ну, дела обстоят как нельзя лучше, улыбнулся он всем. Во всяком случае, вашей поддержкой я заручился, смею так думать. Да не вопрос и не сомневайся. Чем, как говорится, можем, тем поможем, наперебой заверили его новые знакомые и, надо сказать, вполне искренне. Константин уже как бы на правах старого знакомого проводил его до лестницы. Уже прощаясь, обронил дружески, но с нажимом «Ты не спеши, Ян, не распыляйся по мелочам, я сам тебе все двери укажу, а найду нужным, таки открою их. Вот где они у меня все, все эти гаврики, понял?» Показал он сжатый кулак и, похлопав, Яна по плечу пошутил. «Будешь себя хорошо вести, проблем не будет». «А хорошо это как?» в такой же шутливой манере спросил Ян. «Как?» Золотов, испытывающий, посмотрел на него. «Это значит быть в ладу со мной, не обижать меня, то бишь». «То есть делиться имеется в виду?» не спросил, а утвердил Ян. «Давайте в открытую. Мы же с вами некисейные барышни. Если все честно, я готов платить. Сколько все это будет стоить?» «Какой ты быстрый! Все!» «Быстро только кошки родятся». «Все сразу не бывает. Это детально обсудить надо». «В каком ты номере?» «Вот, я завтра сам тебе и отзвонюсь». «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» Опять перешел на грузинский акцент Ян и развел руками. «Попрощайтесь с коллегами и приходите ко мне. У меня в номере стол получше, чем в ресторане». «Правильно мыслишь», чуть подумав, одобрил Золотов и блеснул знанием цитаты вождя пролетариата. «Промедление смерти подобно». «Нечего точить лясы, надо брать быка за рога. Ну, жди, я скоро». Но постучался он в номер блуменьша не так уж и скоро. «От них так сразу и не отвяжешься», с ухмылкой бросил он Яну. И непонятно было, доволен ли он этим или досадовал. Но, увидев в другой комнате номера роскошный стол, расплылся в улыбке. — У-у-у, да ты, брат, еще и гурман, и семга, и амулек. Тот-то, я смотрю, не очень ты нажимал на еду в ресторане, а еще притворялся гостем. Не для каждого гостя так здесь стараются. Значит, есть знакомство-то, а? Что, раскусил я тебя? Или, как говорят в милиции, расколол? Тогда выдавай секрет. Да уж кому, как не вам знать этот секрет, засмеялся Ян. Он, не глядя, достал из стоявшей у тумбочки сумки пачку старублевок, показал ее, пустив веером из-под пальца, и отправил назад. Вот и весь секрет. Да, к сожалению, это давно уже секрет Пале Шинели. Не удивился Золотов, пытаясь выглядеть как можно равнодушнее. Не к деньгам, к ним он был более или менее привычен, а к тому, с какой легкостью с ними расставался этот латыш. Еще в ресторане, раз за разом заказывая музыку, он хорошо платил музыкантам. Только делал это не напоказ, не швырялся деньгами, как это делают другие, а легко и непринужденно. Так как бы, между прочим. И это льстило музыкантам. Они перед ним не юлили, держались открыто, как с хорошим знакомым, но вежливо, без панибратства. Ну, к сожалению, или не к сожалению, это еще убавка надвое сказала, не согласился Блумиш. Бывает, что и к счастью, особенно, если нужно решить сложный вопрос. Тогда они к счастью. Разве не так? Он указал на стол. Коньяк, водка? По-русски или на западный манер? Для начала по-русски? По полной. Потом кто как может. В этот момент зазвонил телефон. Ян снял трубку, послушал и коротко бросил. Подождите. И к Косте. Девочки не помешают? Увидев, как тот брезгливо скривился, лаконично ответил. Не надо. И больше не звоните. Где деловая беседа? Там не место развлечения. Философский заметил Золотов, закусив водку амульком. Или у тебя другой подход? Тот же самый. Всему свое время. Хороший посыл. Всему свое время. Поэтому приступим к делу. Что-то сильно я подозреваю, Ян, что ты не за одним лесом приехал, а? Ну, не за одним. Мне нужна машина. А здесь, слышал, можно это провернуть. Кто посмышленнее, конечно. Нужна новая Нива. Говорят, классный вездеход. Да. Классный. Почему-то сразу сник Золотов. Ну-ка, налей еще. Одно событие переварить надо. Не дожидаясь Яна, выпил, посидел с минуту. И будто, отогнав грустные мысли, как ни в чем не бывало, продолжил. Сам хочешь по тайге гонять? Ну, не обязательно здесь. Может быть, ее отгонят в Казахстан. Я успел кое-что выудить из ваших коллег, и знаю, что вы можете многое. По их утверждению, вы человек слово и дело. Себя считают тоже таковым. Ну, короче, достаете две Нивы, одна ваша. Плачу вперед за обе. Как? Даже для чиновника такого ранга предложение по своей щедрости было просто с ног сшибательным. Случались у Кости иногда такие сделки, но цена их была куда скромнее. От одной штуки до двух, а тут один к одному. Кусок семги на вилке задержался у самого рта Золотова. Он вернул его обратно на тарелку и внимательно посмотрел на своего визави. Ты это серьезно? Разве я похож на шута? Я вам верю. И завтра же передам деньги на машины. Что до ваших расходов для кого-то, то можете взять теперь же. Назовите сумму. Постой, постой, Ян. Ты не даешь мне думать. Помнится, кто-то предлагал брать быка за рога. И еще что-то там про промедление, которое смерти подобно. О, ну да, ну да. Но ты же меня просто ошеломил. Тут ты даже на латыша не похож. Слушай, вы же осторожные люди. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Это как раз о латышах. Не обо всех. И потом, я же говорил, что только родом из Латвии. В душе я космополит. Я объехал весь Союз. И не жил разве что только у Чукчей. Ну, это я понял. И все же вопрос о деньгах я бы отложил на завтра. Проедешь со мной по инстанциям и смекнешь сам, чего это мне будет стоить. Нужно оформить документ на то, что ты сдал государству определенное количество мяса по линии кооперации. Понял? Ну, не килограммы, конечно. Костя усмехнулся, увидев изумление партнера. Да ладно. Не забивай голову такими тонкостями. Это мои проблемы. Потом будешь ждать меня из Иркутска. Хорошо. Сколько времени это займет? М-м-м, неделя, думаю, пройдет. Но если ты так торопишься, можешь лететь со мной. Тогда на все про все уйдет два дня. Да если гнать машину в Казахстан, то оттуда сподручнее. Золотов не заметил, как Ян так весь и подобрался при упоминании полета. Волнение его было настолько велико, что он забыл о своей прибалтийской вежливости и перешел на ты. Когда ты летишь? Константин не придал значения этому переходу. Ну, послезавтра. Это значит, к концу недели я смогу уже рассекать на своем авто? Ян, не скрывая радости, потирал руки. Потом спохватился. — Да, но у меня же нет билета. — Билета? — расхохотался Золотов. — У тебя нет билета? Я обратился к невидимым слушателям. — Нет, вы только посмотрите. У него есть деньги, чтобы подарить машину, но нет их на то, чтобы купить билет. Я всегда держу в запасе ситуацию, а вдруг, вдруг их не будет. — Обижаешь, начальник. Совсем развеселился Костя. Ты что, собираешься проходить через регистрацию и накопитель? Да не бери в голову. В самолет нас посадят через служебное здание. Сам командир полетов подвезет к трапу и усадит в салон на лучшие места. Так что обойдемся без билетов. — Ой, придумал тоже билеты. Ну, тогда полный ажур повеселел и блуменьш, и взял себя за горло. — Вот у меня где сидят эти перелеты. То есть не сами перелеты, а вот это предваряющее их тягомотина. Он зажал нос пальцами и прогнусавил. — Уважаемые пассажиры, производится регистрация билетов на рейс туда-сюда и обратно. — Нет, Константин, тебя мне сам Бог послал. Ян просто весь сиял. Он искренне радовался такому повороту дел и даже не пытался это скрыть. Константин же, наоборот, почему-то помрачнел от этих слов. Душа, в которой давно уже скребли кошки, искала выход, а выговориться было некому. И он не стал бороться с искушением излить душу вот этому незнакомому человеку. Сейчас они поговорят, потом обстряпают дело и разойдутся. И этому латышу не придет на ум осуждать или одобрять его, потому что никому ни до кого нет дела в этом мире. Он просто сделает вид, что слушает Костю, а тот найдет в этом успокоение. Надо, ах, как надо, выпростать душу от присутствия в ней тягостных дум. Послушай, Ян, Бог таких, как я, не посылает никому. Он вообще никого никому не посылает, потому что его нету. Чу-чу. Ну, не скажи. Сейчас мне кажется, что Бог подслушал наш разговор и пошел нам навстречу. Так почему бы мне в это не поверить? Ян театрально вскинул руки. Блажен, кто верует, легко ему на свете. Не знаю, кто это сказал, но мне нравится. Больше того, сегодня я готов поверить, что Бог есть. Не надо в него верить. Горько обманешься. Жестко сказал Золотов, и Ян в недоумении воззавелся на него. Откуда такая уверенность? Ян, у меня был брат. Да пока что он и есть, но ни сегодня-завтра его не будет. Он старше меня на три года и в три раза умнее меня. Так вот, он всю свою жизнь верил в Бога и доверился до того, что даже сел за проповеди о нем в тюрьму. Но это ладно, это со всяким может случиться. От сумы до тюрьмы не отрекайся, как говорят у нас в народе. Тем более, что он уже отсидел свое. Но вот буквально на днях его грохнули в тайге. Ну, где же был его Бог? Чего же-то он не защитил Ивана? Костя заметил, как вздрогнул и побледнел Блуменьш и криво усмехнулся. Что? Страшно. Эх, Ян. Самое страшное здесь в том, что до этого он сам убил человека. И был он не один с бандой. Что это значит? Что вера его была-была, а потом взяла и сплыла. Кончилась вера. По вере-то убивать нельзя. У них так и написано, не убей. Что уж там случилось, никто теперь не узнает. И никто Ивана теперь не вернет. Жил бы, как все люди, кто знает. Может быть, я у него сейчас на побегушках числился. Большого ума Ванька был. Да только не туда его направлял. И сильно добрый. В том вся и беда его. И все же, как он смог. Ай, ума не приложу, видать, сильно прижало, что другого выхода не нашел. Ян тряхнул головой, словно отгоняя на вождение, и враз осипшим голосом спросил. — Ты что, сам его видел? — Как сейчас тебя. — Да и я видел. — Ну да. Там мы с другом на охоте его и нашли. Думали, мертвый, но он еще дышал. Успели отвезти в больницу. Ну, сначала вроде надежда появилась. Потом Константин вздохнул. — Да и зачем ему воскресать? Чтобы засадили на всю катушку? Слух идет, что они за большие деньги человека жизни лишили. Ну, золотишко там, бриллианты. — Золотишко, бриллианты. Эхом отозвался Ян и скрипнул зубами. Мыслями он был явно не здесь. — Недоумки. — Кто недоумки? — напрягся Константин. — Ты о чем? — А, это... — спохватился Латыш. — Ну, все... В смысле, все недоумки. Этой деревне везде бриллианты мерещатся, хотя никто их и в глаза не видывал. — Так, говоришь, не выживет твой брат? — Нет, — сказали последние дни. Под кислородом он. — Да не принимай ты так близко к сердцу, а то мне придется расплакаться, глядя на тебя. Иван заработал то, к чему стремился. Мы уже давно разошлись с ним по этому вопросу. Больше того, расстались насовсем. К сожалению, я так и не смог убедить его, что Бог — это утопия. Так кончаются пустые, оторванные от жизни грезы о чем-то неземном вышнем. Именно там искал он какую-то идиллию. А жить надо на земле. — Надо. — Получается, ты не поедешь к нему? — А зачем? Чтобы похоронить? Изображать из себя убитого горем брата? Мы слишком долго не виделись и даже не слышали друг о друге, чтобы притвориться любящим родственникам. Ничего, кроме вреда, это мне не принесет. Костя наклонился к Яну и понизил голос, как будто кто-то мог их подслушать. «Быть в той его компании? Что верующий, что криминальный, мне не с руки. Сам понимаешь, что это может обернуться против меня. Поэтому я давно уже взял фамилию жены, а денег на похороны я уже выслал своему приятелю. Это будет намного полезнее». «Понятно», — задумчиво произнес Ян, хотя понятного-то как раз для него было немного. «Да и столковать это как раздумья можно было по-разному. Осуждаешь», — проверил свои сомнения Костя. «Нет, нет», — поторопился оправдаться Ян. «Думаю, что согласен с тобой. Деньги никогда не мешают». «Но брата твоего жалко. А мне разве нет? Ну, хватит об этом, Ян. Не бери в голову и наливай по полной. От жизни надо брать все, пока жив, а не потом, когда сыграешь в ящик. Там...» — ткнул он пальцем в потолок. «Нам не надо будет ничего». В первый раз за вечер они выпили наравне, но веселье это блуменьшу явно не прибавило. Остаток вечера, как ни старался расшевелить его Костя, он уже не был столь же непринужденным, как вначале. Золотов видел это и досадовал на себя. И надо, мол, мне было разоткровенничаться. Ну, так кто же знал, что этот латыш окажется таким сентиментальным? Нет, зря он поделился с ним. Зря. Поговорив еще немного, Костя засобирался уходить. Утро вечера мудренее напутствовал он Яна. «Завтра днем я буду занят. Предстоят кое-какие дела. Постарайся забыть, о чем я тебе рассказал. Люди умирают, а жизнь продолжается. Готовься к отлету. Вечером сообщу, когда будет машина в аэропорт». С этим и ушел в свой номер этажом выше. А ранним утром Хлопаков сообщил ему, что вопреки всем прогнозам, Иван ворачивается в жизнь. Сообщил, буквально захлебываясь от какого-то безудержного, ликующего восторга. Можно было подумать, что в эту жизнь Хлопаков возвращался сам. «Главное», — ликовал голос Бориса в трубке, «скоро он сам все сможет рассказать. Никто ведь не верит, что Иван совершил то злодеяние, кроме одного тут горе-следователя, который цепляется за эту свою версию. Только и мы не лыком шиты. И у нас есть аргументы. В общем, Константин Артамонович, можете быть за себя спокойны». И, поколебавшись, добавил, «как из-за своего брата». «Какого брата?» — всполошился Золотов. «Ты это о ком, Боря?» «Ну, вам лучше знать о ком», — неопределенно ответил Хлопаков. «Я же еще раз хочу поблагодарить вас, что помогли спасти Ивана там, в тайге, и сказать, что вам ничего не грозит, ни при каком исходе дела, ничего». «И повесил трубку». Вот напустил, так напустил туману. Неужели догадался, кто ему Иван на самом деле? Или просто перегрелся от радости, что спас человека? Насколько не звонил на домашний телефон Бориса, чтобы выяснить подробности, никто больше не ответил. День, который в результате намеченной сделки обещал большие блага, мог обернуться не меньшими заботами. Только уже к обеду, вернувшись в гостиницу с работы и обговорив по телефону с командиром полетов возникшую ситуацию с Латышом, Костя снова повеселел. Он заручился стопроцентным обещанием все уладить. «Да нет проблем, Артамонович. Посадим на лучшие места», — добродушно заверил командир. «Еще и на пассажок сообразим». Так что жизнь хороша и жить хорошо. И действительно, чего это он так расстроился? Ведь с Иваном все в порядке. Даже если Борис и знает теперь, что они братья, не зря же он заверил, что бояться нечего. Значит, дальше слух не распространится. Ну, а Иван простит его в любом случае. Костя сам сколько раз от него слышал, что ему так его Бог велит. Ну и нужно ли Косте его прощение? Вряд ли. Скорее ему нужно, чтобы ни Иван, ни кто-то еще другой из родни не вспоминал о нем. Вот и все желание, скромное и непритязательное, как сибирский пим. А пока все в ажуре, осталось сообщить Яну, что завтра можно отъезжать. Он снова потянулся к телефону и набрал его номер. Но никто не ответил. Набрал еще раз. И снова никого. Или спит еще. Или куда-то урыл. Таких, как он, ноги кормят. Ну да ладно, встретимся вечером, как и договорились. Но тут ему самому позвонила дежурная и сообщила, что Блуминш выехал из гостиницы и оставил для него какую-то записку. Она может ее принести ему? Получив записку, Костя прочел. Извините, обстоятельства изменились. Даст Бог, еще встретимся. Какой Бог, какой Бог! Зло скрипнул он зубами, скомкал листок и швырнул его на стол. Тоже мне верующий нашелся. Но что же заставило его так быстро смыться? Машину-то он определенно хотел иметь. Он как загорелся весь, когда узнал, что в Иркутске за два дня дела обстряпаем. Да, а потом-то точно так же притух, услышав об Иване. Ну, не из-за этого же. Слушай, а ведь он, похоже, знал Ивана. Ведь что-то взбесило его, когда он про деревню-то с недоумками. Что-то тут нечисто. Иркутске. 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 Иркутске.